В день ветеранов боевых действий на передовой из Коми отправили очередную партию автомобилей. Ключи от грузовика и Нивы Шевроле бойцам передал глава республики Владимир Уйба. Также он вручил нашим защитникам республиканские награды и благодарности. Ксения Лусева знает подробности. Бойцы с позывными «Хакер» и «Тайга» – отец и сын. Когда сыну принесли повестку, глава семейства, не задумываясь, пошел в военкомат и тоже написал заявление. С тех пор они всегда вместе. Служат в одной зенитной батарее и даже на задание выходят вдвоем. На счету подразделения зенитной ракетно-артиллерийской батареи более 200 сбитых вражеских FPV-дронов, 12 гексокоптеров «Баба-Яга» и два беспилотных летательных аппарата разведчиков типа «Фурия». Через несколько дней бойцы, которые сейчас побывали в отпуске, возвращаются на передовую и не с пустыми руками. Глава жителей республики помогает. Очень это чувствуется. И в этом есть большая необходимость. Если что-то нам необходимо, мы выходим и нам обеспечивают именно то, что нам нужно. Лишнего ничего нет. Поэтому эта помощь бесценна на самом деле. Без нее было бы сложно. Сегодня бойцам вручают ключи от грузовика. Такая машина пройдет везде, а значит точно пригодится в условиях фронта. И на передний край личный состав доставить, и раненых вывезти, и боеприпасы доставить. Рядом еще один автомобиль «Нива». Внутри дроны, оборудование для их обнаружения, генераторы, тепловизоры, рации и маскировочные сети. А еще детские письма и открытки. Люди разных профессий и разного возраста хорошо помнят историю страны и объединяющий эпохи лозунг «Все для фронта, все для победы». Вот, например, Сосногорский район. На передовую он уже отправил 16 автомобилей. Сегодня мы уже подготовили также автобус на 54 места благодаря транспортной компании «Спецавтотранс», которые предоставили эту возможность. Этот автобус Владимир Викторович направит для госпиталя, для того, чтобы оказывали помощь перевозке больных и направлении в другие лечебные заведения. Нагорский газоперерабатывающий завод начал небольшое производство стоек для стрельбы из пулемета, которые также востребованы и которые на сегодняшний день ждут наши земляки на специальную военной операцию. Всего же с начала спецоперации благотворительный фонд «Добрая республика» доставил на передний край оборудование, средства связи, защиты, экипировки на сумму более 41 миллиона рублей. Передал защитникам Отечества 36 автотранспортных средств вместе с ключами от техники. Сегодня глава коми вручил и республиканские награды, как знак уважения тому подвигу, который наши земляки каждый день совершают на передовой. Сегодня в нашу семью ветеранскую активно вливаются участники специальной военной операции, поэтому однобратская семья растет, приумножается на страх врагам и на радость нашей Родине. И, конечно, не просто сегодня нашим ребятам на передовой идут тяжелые бои, но на войне, как на войне. Все мы верим в победу, все мы знаем, что победа будет за Россией, потому что с нами правда, с нами Бог. Но для того, чтобы ее безоговорочно одержать, конечно, нужно еще потрудиться. Работа по оказанию всесторонней поддержки нашим бойцам не прекращается ни на минуту. По-другому просто нельзя. Нашим защитникам необходимо чувствовать, что за ними надежный тыл, который сделает все ради победы. Именно это им придает сил и помогает двигаться вперед, несмотря на все трудности. Также в День ветеранов боевых действий был отмечен вклад в общее дело телеканала «Юрган». Редакция ежедневно освещает события, связанные со спецоперацией, рассказывает о работе волонтеров по всему региону, выпускает фильмы и телепередачи о героях спецоперации, а еще делится уникальными кадрами с передовой. Благодарность телеканал получил из рук директора благотворительного фонда «Добрая республика» Михаила Новикова. Редакторы делают отличные передачи, операторы ездят прямо на передовую, привозят отличные кадры с передовой. И вот хочу вручить благодарность телеканалу «Юрган» за работу по воспитанию и передачам, которые носят патриотический характер, о том, что вы рассказываете о работе волонтеров, и сейчас это очень важное дело.